Снести нельзя оставить. Запятую в этой фразе относительно киосков на пересечении Черемшанской и проспекта Кирова предстоит поставить городским властям. Одни жители привыкли здесь отовариваться, другие устали от постоянного запаха жареного мяса, рыбных отходов и мусора. Павильоны тех, кто торгует незаконно, уберут. Легальных торговцев обяжут следить за своими рабочими местами. По нашим законам, включаем в реестр, в график включаешь на власт. Остальным просто, если они востребованы у жителей, принимайте решение, собираем владельцы, чтобы они приводились в порядок. Привыкли жители покупать товары недалеко от дома и на улице Ставропольской. Здесь торговлю ведут более организованно. Предприниматели поставили аккуратные однотипные торговые точки. Однако установили их на тротуаре. Сейчас специалисты администрации промышленного района и департамента экономического развития подбирают место, куда перенести эти киоски, чтобы они не мешали горожанам, но оставались в шаговой доступности для местных жителей. Тут вопрос именно в том, что в принципе они не против, чтобы было, но и в то же время, чтобы было чисто, аккуратно и так далее. Но вот вопрос опять же к этим продавцам. А вот для одного мини-рынка уже удалось найти место. Предприниматели, работавшие в торговых рядах на пересечении Авроры и Аэродромной, переберутся на новую муниципальную круглогодичную ярмарку. Она развернется на пересечении Дыбенко и Булкина. Здесь появятся большие шатры для продавцов. Подготовить территорию планируют к осени. Вот прям привязано к месту. Выглядит неплохо. Здесь получится ярмарка на 40 мест и еще внутренняя территория, которая подходит. Он в парковат, а автомобильный. Небольшое другое устройство, так как у нас вот этот участок, тоже в Косвейдинге. Эту ярмарку и все другие новые торговые точки будут оформлять в соответствии с дизайн-кодом города, который разработало управление главного архитектора Самары. В документе прописали рекомендации о том, как должен выглядеть город по наружной рекламе, по содержанию фасадов зданий, по развитию облика улиц и общественных пространств и по оформлению легальных торговых киосков. Я очень надеюсь, что мы и с предпринимателем найдем точки соприкосновения и услышим, и поймем друг друга, что мы хотим. Мы никоим образом не против бизнеса, мы никоим образом не против предпринимателей. Мы против того, чтобы это было незаконно, чтобы это было неэстетично, чтобы это было неудобно жителям. Те киоски, которые уже давно легально работают, тоже начнут постепенно приводить к единому дизайнерскому решению. Это позволит создать ухоженное городское пространство, в котором все элементы будут сочетаться друг с другом. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События.